А теперь к другим новостям. В эту субботу до единого дня голосований Мурманск превратился в спортивную столицу. На Кольском мосту состоялся традиционный, уже четвертый по счету, фестиваль «Гальфстрим». В нем приняли участие около 15 тысяч северян и гостей города на многочисленных спортивно-развлекательных площадках. Каждый мог найти себе развлечение по душе. Подробности у Кристины Харатовой. С самого утра на Кольском мосту было многолюдно. Одни участвовали в различных соревнованиях и турнирах, другие просто пришли посмотреть на праздник. Развлечение мог найти себе каждый. Открытие «Гальфстрима» состоялось на сцене левого берега Кольского моста. Эту обязанность с честью взяли на себя главы нашего города и региона. Вы представляете, в далеком 2006 году был задуман спортивный праздник «Мурманская миля». Прошло всего-то 13 лет, и он стал фестивалем «Гальфстрим». Несмотря ни на какую погоду, пасмурную, ни солнечную, мы с вами здесь. С праздником, дорогие мурманчане! Друзья, я поздравляю вас с нашим очередным замечательным фестивалем спорта «Гальфстрим». Он стал для нашего города традиционным. Мы все любим принимать в нем участие. И сегодня, в очередной раз, на перегор нашей северной погоде, мы продемонстрируем, что Мурманск – очень спортивный город. Всем спортивных побед и хорошего настроения! С праздником всех! Сейчас побежим! После официальной церемонии открытия спортивно-культурного праздника организованной колонной по Кольскому мосту проехали мотоциклисты. Сразу после стартовали соревнования по роллер-спорту, заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья и, конечно, традиционный легкоатлетический забег. В этом соревновании может принять участие любой. Главное – желание. На каждом новом празднике бегунов становится все больше. Некоторые приходят на Кольский мост компаниями и даже классами. Очень хорошо, что проводят такие мероприятия здоровительные. Может, кто-то не бегал, кто-то просто шел. И участвовали все абсолютно. И очень хорошо, что наша школа и наш класс, мы все дружно собрались, пошли сюда. Одноклассники поддерживали тех, кто бегут. У нас спортсменов много в школе. Просто прошли, и нас воодушевила наша учительница. И такая, давайте, бегите. Понравилось, очень здорово. И все хорошо организовано. Мне нравится. Я хочу, чтобы побольше таких мероприятий было. В следующий раз будете участвовать? Да, конечно. Мурманчанка Валентина Батракова – непрофессиональный спортсмен. Однако, участвовала практически во всех забегах мурманской мили. И уже во второй раз в Гольдстриме. Первый раз попала в такую погоду, но бежала, шагала среди молодежи. Бежать было нельзя, потому что очень большой был поток впереди. В основном шагали все. Замечательный праздник получился. И очень хорошо, что у нас в Мурманске есть такой праздник, который объединяет все поколения. Пока одни бегали по мосту, другие под ним участвовали в экстремальных соревнованиях. Кто-то, несмотря на холод, переплывал залив. А кто-то играл на суше в волейбол, регби, мини-футбол и преодолевал Крэйзи Милю. Впервые на Гольфстриме состоялось зрелищное соревнование «Пожарная тяга». Команды профессиональных огнеборцев преодолевали тяжелую полосу препятствий на время. Все справились с упражнением. Все вложились во временной интервал в 15 минут, которое было дано в принципе каждой команде. Все здорово прошло. Это вообще первое в России мероприятие по пожарно-экстремальной атлетике. Всего в соревновании участвовало 19 команд. Даже пожарные из Санкт-Петербурга приехали показать свою силу. У нас много соревнований проходит разного типа. Но таких у нас нету. Есть другие профессиональные навыки, тактику у нас частенько проводятся. А вот именно силовой такой экстрим мы первый раз решили попробовать. Организация очень хорошая на самом деле. Несмотря на то, что Главное управление проводило первый раз, в принципе никаких заминок, ничего не было. Очень порадовало это. Финалом праздника стала церемония награждения победителей на площади 5 углов. Им вручили медали, кубки, дипломы и памятные призы. Также на сцене состоялся гала-концерт еще одного творческого фестиваля «Мурманская осень», который удачно завершил этот насыщенный спортивным духом день. В завершении праздника все пришедшие стали свидетелями огненного шоу и праздничного фейерверка.